Царю Небесный, Утешителю души истинны, Ты живи в древности и все исполняй. В сокровище благих и жизни подателю Приди вселися вны и очисти мертвяки и скверны И спаси блаже души нашу. Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами и в этот воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот аппарат у меня зафиксировано, где я ходил далеко, а кормил собак. Слышишь, нет? А у меня зафиксировано. Они же быстро привезли к другому месту. Мне что, тут смешаешься? Не знаю, да. Мешаешься? Нет. Не смешаешься. Да, это. Когда на ту скуку привез батюшку, они смотрели себе, как они через забот сигают. Вот через 10, через забот. Все, ну, занятия. Второе, Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Моисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Возобновляю, да. Впереди мы говорили о людях. Ну, давайте, вот, 10 стих. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И 11 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. И вот 12 стих. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Моисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Толкование. Поскольку выразился более строго, сказав, повещеваем, то опять с большей снисходительностью обращается к ним и говорит, убеждаем. Но через это увещание делается еще более веским и строгим. Двух вещей требует от них. Как от бесчинных, чтобы безмолвствовали. Как от праздных, чтобы работали. Ели свой хлеб, а не чужой. Ибо им не должно обращать взоры на чужие руки. Работали молча или ели молча? Еще раз стих. Работая в безмолвии, написано. Ели свой хлеб. Работая в безмолвии, запятая. Да? Да. Ели свой хлеб. Да. Запятая после безмолвия. Можно так, работая, запятая, безмолвия, ели свой хлеб. Нет, именно запятая после безмолвия. То есть, когда в лагере, сейчас понял, ребятишки работают, и кто-то это, ему щепочку в рот раз, все по писанию. Тут безмолвию работали. А есть-то нам тоже безмолвие, наверное. Да, есть. А когда там говорить-то надо моворачивать? У нашей сестрой, как говорите, есть. Ну, талант. Ну, если по этим правилам жить, ни тысячелетний рейх, ни коммунизм не построить. Паразитов места нету. И зачем учиться? Ну, дочка, он по соседке выучился, и я свою дочку в институт надо поступить. А зачем? Ну, все поступают. Зачем? Вот возьми, высшее образование. А что такое высшее? С чем? С чем высшее это? Разговариваешь? Ну, пень, пень, пень. Ну, и вот на прошлом занятии, вспоминайте, я задавал вопрос о пенсионерах. То есть, толкователь нам говорит, если человек полон сил, и ведет себя праздно, не работает, то этот грех, то это грех. Я задавал вопрос о пенсионерах, он на пенсии, он полон сил еще. Ну, не все идут на пенсию, уже в таком дряхлом возрасте бывают и сохраняются, вот что еще и молодые форусы. И вот ведет себя праздно. Ну, у меня же пенсию плачет, холодильник, туалет, телевизор, кинотеатр, там, может быть, еще там что-то, я не знаю. Путешествует. Это грех или не грех? И мнения разделились. Тут у нас. Ну, он же уже вот свое отработал. А полоквартир говорит, полон сил. Что? Если сил нет, вопросов нет. Ну, нет, в больнице человек верит, что сил нету хоть. Важно, кому-то этот вопрос задал, верующему человеку или неверующему. Если неверующему, так у него этот треугольник только и остается, больше ничего ему не надо. Он заработал на этот треугольник, он живет по этому треугольнику и ходит каждый день. Еще и ночью тоже встает. У меня мама верующая, в храм ходит, исповедуется, прочищается. А однако работать... Да нет, ты что? Ну, надо есть-то не сказать, что она уже и сил-то не полна, уже и болячки. Но работа бухгалтером-то она... Она искала, будучи на пенсии, работа бухгалтером. А у нас сказали, что не найдешь работу-то. Это другой вопрос. Человек полон сил, он сам отказывается работать. И вот в этом случае... У меня мама звонит, говорит, что бухгалтера приняли? А он говорит, что вам сколько лет? 55, приняли. Зачем спрашивать, сколько лет? Вопрос, понимаешь? Упилин, 54 года. Срежня, помер, сразу звонит. Мы слышали, вам генеральный стихлетарь нужен, а то ты вообще тупик, что ли? Да, говорю, в детстве такой. Героид. Кто-то хотел, Володя, ты? Руку тянул, не? Не показалось. Тут как бы параллельное место к этому месту писания. Не заграждают там вола молотящего. Если работает, то и пропитание ему. Нет, я вот думаю, что если... Можно? Можно. Если человек работал по-настоящему до пенсии, будь верующий или неверующий, то есть у него все равно остается инерция, и человек, трудолюбивый, он не сможет усидеть на пенсии. Даже если он на пенсии сидит дома, он все равно на участке, на даче, он где-то будет трудиться. А если человек, он, праздность такая вот, такое отношение у него в привычку вошло, то он, уходя на пенсию, он тоже будет сидеть. Не сомневаюсь. А я согласен с правдой, потому что у нас, вот я помню, сейчас, может быть, когда безработица, то другое отношение к работе. А когда в советское время, так это было найти работу такую, которая бы вот ничего не делать и деньги получать. Только одни разговоры были, вот как можно меньше делать, ничего, можно вообще ничего делать, но деньги получать. Что на этот треугольник. А у меня отец, когда вышел на пенсию, он говорит, а я что это, буду сидеть ждать смерти, что ли? Нет, я буду работать. Ну, проработал всего один год, к сожалению, после пенсии, как вышел. Вот прежде чем переехать на Алтай, я помню, 90-е годы начались, я ехал в автобусе, а переди меня сидит парень молодой, беседует с другом со своим. Кто-то ему рассказывает, я, говорит, работу нашел, вот такую тут, просто, а что держу, он говорит, ничего не делает. А я сижу и думаю, а в то время, я уже, перестройка началась, уже начал какой-то коммерцией заниматься, мотаться. Думаю, вот это да, вот это молодежь, что с него будет? Он по жизни такой будет. А если ты по жизни трудишься, то и на пенсии, пенсия для тебя не предел, не преграды. Какой-то труд все равно будет. А вот папа вышел на пенсию, он работал всю жизнь в горячем цеху, что называется, вулканизаторщик. Знаешь, что это такое? Ну да, машина, да? Нет, вулканизаторщик у него цех был. На автобазе отдельное помещение, где стоит аппарат, постоянно горячее, там пар, резина, вот он вулканизирует, там высокая температура, там делал колодки, все резиновые изделия, которые к машине, он сам делал. Там постоянно бензин, это керосин, все эти растворители, авиационный бензин, резина, там пыль, это резиновая, ну, постоянно в таком, вот, что называется, почти в аду, что называется, работал. И работал еще. Год работал. Иди вперед, иди в резину, не трать зря. Мы уже топчемся. Второй фессалон кейсом 3.13. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Толкование. Смотри, как скоро смягчилось отеческое сердце. Тотчас же и сжалился над ними. Удаляйтесь, говорит, от них, и отделяйтесь, но, однако, не допускайте умирать с голоду. То есть, унеядцев этих удаляйтесь, но... Итак, что же из этого выйдет? Неужели, кто, будучи уверен, что я его накормлю, останется праздным? Тебе достаточно удаляться от него и не придавать ему смелости, делая вид, что ты гневаешься на него. Хотя кто из них и после этого не исправится, но ты все же не унывай, делая добро. То есть, тунеядцев кормить все-таки надо, но при этом как-то ему намекать, чтобы он вышел на работу. Пример. Тебе, шкума, девятый пирожок я не считаю, да? Типа, типа этого. Давай. Пример могу провести. Мы на Урале с братьями ходили в один храм, ну и там сидим мужчина, сам, главное, здоровый, сидит, подреяние просит. Видно, что лицо пропившее. Ну, Володя как к нему подходит, как-то писчиков, привез ему своих коров, держит трехлитрового молока ему, что-то хлеба дал. Но смотри, говорит, если в следующий раз опять будешь тут сидеть, не работу не найду, я найду работу, все, он говорит, я тебе уже ничего давать не буду. Ну, и в следующий раз приезжай, он опять сидит просит. Глаза уже опустил, но все равно. Он говорит, все, я тебе уже ничего давать не буду. У тебя же есть руки, ноги, говорит, иди давай, ищи работу. Вот такой вот маленький пример. У меня есть один пример. Можно. Такой пример, я ездил на кузне с молочкой, молоко покупал на ферме, перерабатывал, и каждый вечер, приезжал на поезде, я каждый вечер был на службе, там где служил пивоваров Александр, отец Александр, восстановили собор, и обратно еду, подсел ко мне в трамвае парень, молодой парень, и начал разговоры вести, говорит, вот, и, а я сразу понял, что что-то не то, вот я у баптистов крестился, у тех крестился, у тех крестился, и в конечном счете я сижу, говорю, ну и что, он говорит, вот мне бы что-нибудь это, мы голодаем, там, денежек, остановимся, я говорю, пошли в магазин, я тебе сейчас хлеба куплю, не, не надо, встал и ушел, молодой парень, да, глупый, у меня вопрос, можно, да, меня смущает слово не унывай, делай добро, если я делаю добро, я осознаю, что я делаю добро, почему я должен унывать, во-первых, во-вторых, по отношению к этим Тунуякцам, ну, я сделал ему внушение, я ему подал, в этот раз, на следующий раз, я уже, после этого унышения, буду унывать, что вот он такой, остается, или как? Я объясняю, уныние от того, что он не встает на путь исправления, что он не устраивается на работу, вот от этого уныния, я раз ему подал, пообещал, Володя ему сразу сказал, я тебе подал, в следующий раз не подам, а здесь я тут очень и так, подал, сказал, ну, как-то работу нашел, нет, не нашел, и он, если воскресенье опять ему баночку, ну, как, работу ищешь, ищу, 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 а на пять баночку, а там сам-то унываешь, у тебя-то убывает, у тебя-то убывает, а у него туски и прибывает, понимаешь, не тут, не тут совести-то нет, понимаешь, нормаеда такого, поэтому от этого и уныния, иногда и отчаяния, а у Володи сразу он уже, все, он отчаялся в его исправлении, так скажем, да, 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 поэтому, делая добро, да, не унываем, чтобы не было вот этого уныния, а может быть и отчаяния в том, что он повелевает кормить его, этих дармоедов, мы на трех работах приходится кормить, чтобы, а кого надо этих депутатов прокормить, надо всех, не спать, кого еще надо закормить, я тоже скоро, это, что, у меня полгода, охрана встал, так, вы следите за мной, глянь, посидели в интернете, мне надо, хватит, нет, да, дальше, дальше, да, так, 2-й офис, наказан 3-14 Если же кто не послушает слово нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его Толкование Если кто не послушает слово моего, Павлова, как бы сказанного через это послание, то имейте на замечании и обращайтесь с ним, как с отлученным Святой же Иоанн прочитал вашего и дал нам понять это место так Если кто не послушает нас, говорящих к нему то, чему вы научились через это мое послание Видишь ли, какая польза от того, что он будет отлучен Это именно посрамление Ибо если и просто брать стыдно, то тем более, если они будут давать ему после отлучения Великим наказанием считалось в древности отлучение Но ныне не считается таковым Ибо если нужно было чуждаться человека просто ничего не делающего, то на сколько более других У меня такая мысль, что тунеянцев отлучали от церкви В то время, как у нас была статья за тунеянство Это вот отсюда они взяли, наверное Ну, Писание-то обращено к верующим? Да ко всем оно обращено Рано или поздно не верующий человек все равно и до него может дойти эти, как говорится, семена У меня вопрос, можно? Да Вопрос, а почему, там он пишет, втолкователь, что В то время боялись быть отлученными, как говорится, от церкви Христова, от общества, где он находится в церкви А сейчас не боятся Почему именно, почему от этого произошло? Потому что в последние времена во многих осладеет любовь Это пророчество Ну, завершается это Будет новое небо и новая земля И придет отступление, мерзость, запустение Будут золоченые купола, а в них ходить невозможно будет А чего боятся, когда не отлучают? Покажите мне пример, где отлучение? Где выходит в храмах отлученные? Да, этим никто и не пугает Нет, ну, кстати Батюшка Не причащу То тоже Если там что-то не слушаешь Ну да, ну вот он даже Играет, причастие Ну он сыграл, не причастил его А он в следующий раз пришел в другой храм и причастился И все, только и всего Да, это беда, конечно Кто боится? Да и потому и не боятся Потому что вольные выбрать себе и наставника И место, где он ходит на службу Можно? Да Ну когда церковь возродилась И Павел писал послание То церковь была как бы Не как бы, она была органом и силой воздействия, исправления Тут и авторитет Павла И вообще само зарождение А сейчас это потеряно в церкви То есть Если бы ты пришел, заплатил и все Больше-то от тебя ничего не требуется и не ожидает Поэтому сам институт исправления Он прекратился Когда нету оглашения, институт исправления То есть Тебя почему Ты выходишь, тебя Эпитемию накладывают Исправляют тебя От твоего пообъясняют Что в чем ты виноват И накладывают Чтобы ты отдумался Чтобы ты пришел Как совесть проснулась Пришел в стыд И исправился А если сейчас не выводят То как тебе исправляться До всего допускают Эпитемию накладывают Институт исправления Сам он исчез Поэтому человек Какой пришел Такой и остался А только один Иди причащайся Всповедовался Причастился А это наоборот Вопрос Игнать Тихонович Игнать Тихонович Как вы думаете У Анатолуста Был институт оглашения Обязательно Так что не только у Павла И позже было Сейчас он есть Понимаете Церковь Она не перестанет Где-то всегда были люди Которые любили Слово Божие И будут после нас Основная масса В основной массе Писания священных Мало спасаемых А основная масса Угибает К сожалению Это нужно принять И А то некоторые А как же Вот отцы Они наши Вот они Они же моченые были Чего же Они не спаслись Только народу И Ну и раз Ты начинаешь Соблазняться Канон говорит Что Кто крестит Неполное погружение Будет отлучен Если крестит Неполное погружение Будет отлучен То и Кто крещен То тоже Он не член церкви А за что Его отлучать Если он Правильно делает Да Ну а вот Когда я Сестру Хотела покрести Когда она Валяла В Омске Хотела чтобы Она покрестилась Я Я Нет Она мне Сказала Я только Полным погружением Я только У вас Потеряю Я только Там Сразу Только Ты зашла Она уже Мне все условия Сказала И я Я так Перепугалась И когда Уже потом Уже так Пришла Уже к этому С вами советовалась То я Позвонила туда Это казачий храм Находился На левом берегу Вертыша И вот он Левобережный Назывался И там Священник И он Сказал Говорит Я говорю Мне надо покрестить Срочно С сестру С полным погружением Он сказал Вы что Шутите что ли Я говорю Ну сказали Что у вас С полным погружением Он говорит Да пусть ходят На катехизацию Вначале Еще посмотрим Захотела Вроде там Это Ну я говорю А священника Там позовите Пожалуйста Он Как это Староставик Но он позвал Священника Я говорю Мне нужно Срочно Он говорит Нет Только катехизацию Если уж Что-то срочно Только две недели Самое малое Надо ходить Много Ходить Посмотрим Еще и может Не допустим Но я потом Уже сказала Что на смертном Андрея Она вот так Сказала Условия Свои Тогда он Говорит Ну тогда Все Другой вопрос После исповеди Он сказал Так что Есть Слава Богу Аллилуйя Дальше Второе Фессланкистом 3.15 Но не считайте Его за врага А вразумляйте Как брата Толкование Выше сказав Не трудящийся Пусть не ест Апостол убоялся Чтобы таковые Вовсе не погибли С голоду И потому Прибавил Вы же Братья Не унывайте Делая добро Как теперь Сказав Не сообщайтесь С ним Он убоялся Как бы это Совсем не отделило Его от братства Как отчаявшегося В себе Поэтому и прибавил Но не считайте Его за врага А вразумляйте Как брата И после подаяния Заповедует Вразумлять Его А не оскорблять Чтобы он Мог получить Благодеяние Как для тела Так и для души Кто вразумляет Брата Тот не обнаруживает Явно Свои обиды Напротив Делает это Наедине И со снисхождением Будем Скорбеть Не о том Что даем Милостыню Ничего не делающему Но о том Что он Нарушает Закон Божий И посочувствуем Ему Как больному Пусть Выслушают Это те Которые Не только Не подают Но и Оскорбляют Нищего И бросают В него Камнями Ради тебя Он беден Чтобы ты мог Исцелить Свои раны Любовью К нему А ты Отгоняешь Того Который Переносит Ради тебя Нищету Какая Это Бесчувственность Вот и тут Тоже у меня Вот читаю И к себе Это отношу Не подашь Плохо Подашь Тоже плохо Вот тут Надо с вразумлением С рассудительностью То есть Вот смотрите 14 стих Такого Имейте На замечании И не сообщайте С ним И тут же 15 Но не считайте Его за врагом Образумляйте Как брата Как не сообщаясь Можно вразумлять Ты сам себе Противоречишь Как не получается Не общаться Или общаться А вот тут И смысл То есть Не покажи мне Как написано Покажи мне Смысл написанного Не сообщаться Чтобы устыдить Образумлять Чтобы устыдился И справился То есть Конечная цель Чтобы он начал Работать И все нужно Для этого делать И не разговаривать И разговаривать Одновременно Понятно? Я понятно У меня другой вопрос Постоянно Вот когда я хожу В магазин Марьера Там постоянно Стоит парень Вот такого возраста Примерно Видел? Сидит Сидит на полу На прямо асфальте Или на крыльце Вот этом И я вот всегда Иду И мне так стыдно Вот И он Ну как-то видно Что какой-то Никакой Я ему уже Не стало Деньги давайте Я выйду Что-нибудь куплю И подаю Но он возьмет И отвернется Что это вроде Деньги ему нужно давать Я вот как-то Мне вот тоже Это Как тот же молодой Ему конечно Может какая-то есть Болезнь у него Не понимаю я Можно объясню? Давай Я там у вас работал Я к нему подходил Я с ним беседовал Немножко Я ему предложил Почитать Евангелие Он отказался Он говорит У меня дома есть Я доложил Да То есть Я припомнил Случай с деянием Апостола Когда подошли Говорит Что имеем То даем То есть Раз И подняли Хромого Они же не давали ему серебро А именно Сделали исцеление Точно так же Я подошел Слово Божие Хотел ему дать Для его спасения души А он отказался Так этот один А второй бабушка Которая имеет пенсию И стоит постоянно С протянутой рукой Я говорю Верующая она Верующая Подай доченька Ради Христа Да Ради Христа Я говорю Нет бабушка Я знаю Что у тебя Пенсия приличная Говорят Я уже узнала Я говорю Я тебе только продукты Согласна Она говорит Согласна Все Мы с ней Так заключили Вот такое Есть люди Туда ходят Как на работу Я тоже общался С такими Стоят у Никольского Женщина Просит Просит Милостыню Как сказать Категория В торговля Я живу не каждый Мы сейчас увидели Что рассуждение Рассуждение У нас есть Дальше Какая-то бесчувственность Второй фессилокисом 3.16 Сам же Господь мира Дадаст вам мир Всегда во всем Господь со всеми вами Толкованием Всюду он запечатлевает Свои увещания молитвой Налагая молитвы Как некие печати И знаки на том Что отложено в сокровищницу Для хранения Таким образом И здесь Так как вероятно У фессалникицам Происходили Распры Вследствие Таких случаев Когда Одни Удаляемые Становились Более ожесточенными Другие Состоятельные Уже Не подавали Таким людям С полной готовностью Справедливо Апостол молится Чтобы мир Всегда был Между вами Ибо о том Они должны заплатиться Чтобы всегда Сохранять мир И при том Во всем Чтобы не Ни откуда Не иметь Повода К раздору Ни от слов Ни от образа Действий Ибо Таким образом Говорит Вы без труда И непослушных Сделаете Лучшими Ничто Так не способствует К исправлению Того Что мы Желаем Исправить Как мирное Безмятежное Обращение И вразумление Без гнева Это и Господь Обещал И сие Я с вами Во все Дни До скончания Века Если Говорит Он Будет Христос Со всеми Вами То есть И с теми Коих Надлежит Исправлять И с теми Кои Исправлены То все Будет Во благо Сходил Одну душу Обратил Вторая Еще Лежит Пока Не Хотящих Трудиться Он Уврачует А любящих Труд Утвердит В трудолюбии Апостол Павел Обращается К Верующим Что Вы Среди Верующих У нас Такой пример В нашей общине Семьян Довутов В отношении Их Сколько было У нас Споров Помогать Не помогать Как помогать Опять же С рассудительностью Помогать Конечно Однозначно И мы Исправляем И Наша молитва И Наши Увещевания Имеют Слава Богу Прежде всего Божья помощь Имеют Действие По отношению К Определенным Членам Семьи Ну Вот С рассудительностью Помогаем Увещеваем Одновременно Как я злуюсь Даже поспать не дают Говори так Чтобы жарко Было А то Говорите Даже Трезвого Заслуху Вот так Поняли Игнат Тихонович У вас есть Коментарий Ну на это место Вообще Есть комментарий Какой Я знаю После еды Ложиться нельзя Я знаю Как с жогой Бороться Никогда Не бери Соду Это последнее Самое Вредное Соду Никогда Не пей Когда Изжог А возьми Обыкновенный Сухарь Сухой Без воды Жуй его Один и второй Сухарь Больше Не запивай Ничего Не надо И маленько Если можешь Маленько Меду Ложкой Полежи Никакой Изжоги Нету И она У тебя Исчезнет Постепенно Никогда Сода Не пьет Сода Тебя Прожигает Чем Больше Туда Сода Тем Больше Сока Вырабатывается Желчи Глупый Народ Ненаученный Притом Сухарик Это Жородашка Вкос У вас Есть зубы Чтобы сухарик Жевать Не забывайте Последняя неделя Не включайте Клитку Ничего Не варите Сухоедение Дело С нами А я Вот еще Подаяние Милостыни Такое Научение То есть Ты не знаешь Кто перед тобой Допустим Ну Обменный Он такой Нищий Или не такой То есть Можно подать Можно не подать Можно сразу Начать на него Наезжать Ах ты такой Рассекотчивый Не работаешь Научат так Ты сначала Подай Чтобы он Не подумал Что ты Жадничаешь А потом Начинай С ним Беседу А то Как будто Он просит Он действительно Нуждается А ты Начинаешь А он думает Что Да Да Я вот На неделе Была В Никольском Храме Несколько Раз Ну Там Прямо Окружают Такие Мужчины Справные Смех Кидают Там Вроде В храме Что-то Помогают Ну Просят Просят Милосты И Прям Постоянно Почти Несколько Слова Дело То Что Мы Неоднократно Проходим С благовестием Неоднократно Возле Возле Нищих И Просто Навел На них Камеру Я Я Им Не Конкурент Я Там Не Стою Ни разу Я Просто Их Снял Ну Я Еле Ноги Умёс Столько Проклятий В интернете Стоит Найти Ничего Не Сказал Молча Навел Камеру И Поставили Поставили Ну Видно Идём Дальше Второй Фессалнкийсом 3.17.18 Приветствия Моею Рукою Павловую Что Служит Знаком Во всяком Послании Пишу Я Так Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Со Всеми Вами Аминь Аминь Толкование Приветствия Он называет Молитву Показывая Этим Что И когда Нужно Было Приветствовать Это Дело Совершалось С духовной Пользой И молитвой А Не Было Простым Знаком Дружбы Чтобы Не Составлялись Послания От Моего Имени Какими Либо Обманщиками А Это Как Мы Вначале Сказали Делали Многие Я Говорит Собственно Ручно Пишу Приветствия Далее Во Всяком Послании Которое К вам Ли Может Быть Будет Послана Или Во Всяком Кому Бы То Ни Было Послание Апостолы Начал С благодати И Теперь Снова Благодатью Заканчивает Послание С обеих Сторон Как бы Ограждая Сказанное Великими Стенами Полагая Твердое Основание И Присовокупляя Незыблемый Конец Ибо Если Пребудет С вами Благодать Нас Спасающая То Врачует Все Наши Немощи Потому Что Такова Сила Благодати А Она С вами Пребудет Если Вы Не Отгоните Благодать Благодать Обитает В душах Благоумных Исполненных Простой Веры И Братолюбия Да Даруется И нам Иметь Такие Души Чтобы Являть Братолюбие Образумлять Случайно Заблуждающихся Как Братья И Всякими Способами Совершать В мире Их Исправление Быть Всюду Охраняемыми Благодатью Господа Нашего Иисуса Христа Принявшего Нас В число Верующих И Приведшего К Отцу Во Святом Духе Ему Подобает Всякая Слава Честь И поклонение Ныне И присно И во веки Веков Аминь Аминь Какое Хорошее Слово Надо Запомнить Благоумные Да Чтобы Вы были Благоумными Я вот Читаю И У меня Перед глазами Брат Наш Как Тут Как Написано В какое Заблуждение Не Впал Не Найду Помните Да Нам Да Я Про Заблуждение Скажу А Вот Да Даруется И Нам Иметь Такие Души Чтобы Являть Братолюбие Вразумлять Случайно Заблуждающихся Как Братьев И Всякими Способами Совершать В мире Их Исправления То есть У нас Был Случай Один Брат У нас Впал Заблуждение И мы Ролик С братом Смотрим Ну Прям И Такой Дух Немирный Посетил Надо Что-то Его Это Заразу Эту Отсечь Но Оно И правильно Оно И Писание Говорит Если Брат Соблазняет Тебя Отсеки Чтобы Лучше Тебя Одному Попасть В царствие Божие Заражать Вот И Вот И кому-то Вот Дано Право Отсекать А кому-то Вот Нячится Вразумлять Вот Как Две Недели Вот С этим Братом Сколько Терпения Там Ролики Это Надо Я бы Не выдержал Я бы Результат Был Достигнут А? Результат Достигнут Не был Пока Вопрос Сложный Да Ну тут А случайно Впавший В заблуждение Случайно Что значит Случайно Игнатик Что значит Случайно Случайно Ну У нас Не хватило Понимания Не по Возу Но это Подходит К Роману Случайно Я с Виктором Опять Собор Да мы же Разбирались Открыто Говорили уже Видите Виктор Я его спрашивал Он говорит Я ему объясняю Он меня не слушает Он говорит Сидит часами В интернете Ищет эти ролики И смотрит Подпитывает себя Что значит Случайно Подходит К нему Это случайно Совершенно Совершенно Не случая А когда Да Но Нет Я сейчас Имел ввиду Не Романа А имел ввиду Вот этот Миролюбивый Дух Игнатия Тихоновича Который Говорит Ты отсюда Не уедешь Пока не Исправишься От меня А он Не исправился Но уехал Потеряется То есть Он как бы Получается Уже Слово Своё Нарушил Игнать Тихонич Но мы тогда Пошли дальше Раз он Не исправляется Нужно Тогда уже Не только Вино Не только Елей Но и Вином Попробовать Вынести На собрание Если ты Не оставишь Эту ересь Значит Если таблетки Не помогают Берём скальпель И отрезаем Вырезать А мне ещё Ну надо Этот Принём Ещё Одного Человека А в чём А в чём У меня вопрос И на ней Колпак Дальше Тверц Да Ты чё не знала Ролики У меня вопрос Что значит Случайно Впавший Заблуждение Как это может Выглядеть В нашей жизни Случайно Впал Заблуждение Сергей О себе Расскажи Я случайно Впал Заблуждение Случайно Рылся В интернете И Попался Ролик Случайно Я его специально Не искал Ролик о том Что При Фотографически При фотографировании На биометрический Паспорт Новый Вот этот Последнего Образца Невидимым Образом Наносится Лазарем Печать Ну или Штрих Код Лазером Не Лазарем Лазером Лазером А куда Штрих На фотографии На лоб Когда тебя фотографируют И он Аргументирует Это тем А почему В деревнях Нету Не фотографируют То есть Такая Аппарат Сложная Он только В крупных Городах И специально Масонов Закупили И теперь Деревень Все такие Дындындын Приехали Печати Нашлепали Антихрист Пришел Уже На все Говорит Поздравляю Вы Все мои Зачипированы Зачипированы И вы теперь Все с печатями Я вот И он Еще аргументирует Так Сатана Он же Он же Не будет Он же Лжет Он же Лукавый Он никогда Он же Не придет Скажет Здравствуйте Ребята Я Антихрист Он так Не скажет Он всех Обманет А поэтому Мы Высокоумные Вам Лохам Открываем Истину Вы Все Уже Которые Сфотографировались И мне Это озарение Упало Я Звоню Игнать Поздравляю Вы Зачипированы Уже С печатью Антихриста Он говорит Ну Все Толкует Что если Печать Антихриста Поставить Невозможно Будет Перекреститься Вот Смотри Я Говорит Кресился Ты Дурачок Я Такой А у меня Благодать Сошла Понимаешь Что Это Все Я Уже Почти Мне же Откровение Божие Тут Я Дурачок Как же У меня Внутри Не может Я Высшее Образование Дурачок Вот Ну а потом Но у меня До этого Была Прививка Что я Верил Толкованию То есть Занятие У меня Вера Была И эта Вера Меня Вывела Из этого Случайного Собуждения Я стал Исследовать Действительно Убедился Попросил Прощения Покаялся Там Как мог На исповеди Сказал Вот это Я случайно Впал В ересь В ересь Что Печать Антихриста Можно поставить Без самого Антихриста Не можно Быть Марксизма Без Маркса Или Низма Без Ленина Ты искал ответ Я искал ответ В этом Вся Загвоздка Что надо Моисей И пророки Как ты говоришь Тебе было Откровение А когда У человека Нет ни Моисея Ни пророков Он сам Себе На уме Самость Это называется Отсюда И ересь Добровольно Человек Примет Добровольно А если тебе Шлепнули Какой это Добровольно За что Осуждать Тогда Сюрприз Так не может Быть Она хотела По любви Сюрприз Откровение Это добровольно А если Нет Нет этого То есть Человек Не выходит Не доказывает Все равно Подождите Доказывают Убеждают Приводят Живых Свидетелей А он Не выходит Из этого состояния Это что получается Не случайно Это как Получается Догнать Их Что можно сказать О этом Заблуждении Случайно Оно или нет У любой Аварии Случайно Есть Предисловие Вот это Надо Смотреть На А что За Предисловие Ну Какое Что К этому Привело Невнимательность Или Исправление Нет Не справа С машиной Он говорит 5 лет Назад Если Романа Брать Допустим Он говорит Когда Это Случилось Ему Вопрос Задает Никита 5 лет Назад Ну Мне Не Не Охота Этим Рассказывать То есть Во время Сатана Его Обуял Ему Не Охота Это Рассказывать Конечно Он Начинает Что-то Пришел Раньше Времени И Вот Здесь Он Глубоко Убежден Что Вокруг Ложицы И У Человека Произошел Инсульт Случайно? Нет Внезапно Но Не Случайно Поэтому Случайность Это Понятие Весьма И весьма Расплывчато И Относительное Поэтому Предшествует Этому Проявлению Явления Какого-то Оно Вот И заключается Как бы Случайно Только Как бы Случайности Они Часто Повторяющая Случайность Есть Закономерность Есть Такая Фраза Вот Инсульт Какое Лекарство? Нет Я хочу К тому Что Если Про Инсульт К Инсульту Вначале Вот Эта Полнота Всякие Переедания Все Прочее Там Нарушение Диеты Всякие Возбуждение Там Стресс И все Это Потом Приводит К нарушению Питания В сосудистой Стенки Сосудистая Стенка Трамбируется Просвет Ее Проявляется Сосуд Появляется Тут Нет Кровь Не проходит Раз Кровь Не проходит Место Которое Снабжается Этим Сосудом Оно Омертевает Некроз Вот тебе Инфаркт Инсульт Чесночок Надо есть Прежде всего Нужно Есть В меру В меру И Ограничивать Жирную Пищу Можно Так что Случайность Это понятие Относительное Здесь Конечно Нужно Рассматривать Всегда Кажущая Случайность А если Посмотришь Что Пришествовало То оно И выходит Совсем Случайно Игорь У тебя В семье Кто-нибудь Обжигался На чем-нибудь Обжигались На кипятком Да Да Это Случайно Нет Нет Это регулярно У тебя Было Такое Перед этим Было Нет Это Мама Не досмотрела Ну вот Это Никак Не случайно У нас В семье Десять Ребятишек И ни одного Обжигания Не было Никогда Я сижу За столом У Карпа Жил Он держит Ребенка Ребенок Распашонка Здесь Совершенно Все Голо Она Ему Кипяток Надевает Наливает Еще Делаешь Ты Только Отвернулся А ребенок Рукой Это Раз Я Прокинул Все Себе На Открывай штаны И давай тебе Плесну туда Чтоб ты знал У нас Отец Зайдет Мать Ты еще раз Стая на чугуны Холера Убери Все Он Следил за этим Вот Ночицы Поработал Убери Ночицы С стола Что ты их Оставил Для чего Ну я думала То есть она Думала У ней ножик Остался Она А ребенок Подошел За тряпку Там что-то Потянул А он Падает Вот так вот Вот И вот так вот И прямо В глаз И у Хропкина Сына Он Алла знает А глаза Нет Стеклянный У баптистов А почему Он такой Всегда сам Хозяин Рот не закроет Материалу Не хватило Народ Случайности Бывает Тогда Когда к этому У тебя Регулярно Не случайно Были отступления От нормы От правил Какие существуют Никогда Машину Не ставь Чтобы она была Где-то Внизинку Вот так Вот мы ездили Поставь поперек Если ты снял Тормоза Чтобы она не поехала Я это Шипером дорогой Долбил Все время А другой поставил А потом Стормоз Снял Забыл Что на тормозе Стоял Заведен А трактор Вперед И человека Задомил Было такое Слыхал 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 Да у нас скучно Там Я теперь не спрашиваю Где Вот и все Это не случайно Есть правило Которое Все время Попирал И наконец Тяжесть Оторвало Нитку И груз Рухнул Ты вот думал Ты попал случайно Ты только Одного Запомнил Что А антихристу Какая разница У меня есть Зачем ему ставить Ты боленька Ты отвечаешь Зачем Антихристу Нужно Что земля Плоская Или шарообразная Ему какая разница Антихристу Самое главное Чтобы в сердце Войти к тебе А у тебя Христос Чтобы Христа Изгнать Ему занять Престол место Вот для чего Все делается И прежде Ты должен Отречься Христа Я не признаю Это был обманщик Этот обманщик Еще когда живой Был Говорил Я воскресну В третий день Так И написано В Евангелии Вот откуда Она идет И тогда так Ты принимаешь Что я Бог Да принимаю Вот теперь Надо его Защипировать Чтобы далека Было видно Это мой слуга И он нигде Против не скажет Там до костной ткани Там что-то напишется Но передать ему Он дал подпись Ручной Обыкновенными чернилами Вот престол Где И сядет в храме Храм Вы храм Бога живого В храме Иерусалимская Мота Одно Другое дело Он сядет здесь Человек будет просто Биться Да вы знаете Да это такое Да это другое А тут Удерживающий Теперь Это царь Николай II Удерживающий Это царь Искупитель С ума сошли Осипов Даже Осипов Который В этих вопросах И то говорит Какой искупитель Когда Христос Искупитель Он себя Искупить не мог Курил до последнего дня Царь Николай Царь Искупитель Взявший Удерживающий Теперь И надо воцарить Из династии Романовых Кого Когда законно Наследник был Только Гомопилея Болел Алешка И в нем Одна целая Кажется 75% Болитых Русской крови Ну как Очень даже просто Алексей Михайлович Был женат На русской 100% Петр На немке Женился Уже дети 50% От него Царяется Еще взял Англичанку 25% Еще одно поколение 12,5% Следующие Которые уже 6% Вы дальше Еще говорите Какая Антихрист Будет избираться По развитию По уму По верности Делу И они делают Дело-то С их стороны Весьма доброе Чтоб не было Ни преступлений Ни ничего Не было Зачем тебе Эта свобода Если ты не знаешь Что с ней делать Свобода Никто не мешайте В чашке-то А то Теперь щип Какой-то оттолкнут Как только Ты лишнюю Ложку съел У тебя Сразу Раз Ты понос Из-за стола Правился И все И ты уже Есть не будешь Вот и ничего Не будет Ну как Не знаю Где ограничитель Вышли Наверное Женщины И против Голосуют А уже Изобрели Лекарства Они поехали Поехали Пожарную машину А это Распылять Облако Это распылили У них У всех Расползлося В полное Панталон Они Держатся за перила Все женщины Как ветром Смахнули Все дома Теперь она Будет стирать Свои трусишки Все кончилось Не бить Не надо Ничего Для этого Ученые Работают Большие головы Как испражнения Запустить Раньше срока И все И войны нету А то Навальный Там вышел Да вот ему Порошка сунул Один раз Он из Клозета Не слезет А другим Дадут допинки Как китайцам Один пятерых Поборет С морозом С снег Зарывается Голый И лежит Два часа Даже нужды нету А я выйду Голубям Слезу И дверь Не могу открыть Руки Заспели Так тут Надо Простыми Категориями Мыслить Веришь В меня Верю Господи И сатана Добирался Чего Поверь Мне Поклонись Мне Вот где Антихриста Он приступает Антихриста Именно Поклонись Мне Как Богу Выдавая Себя За Бога И сядет Как Бог Придумали Паспорт Чипы У нас Только один Был Защипирован В дороге Один Настоящий Чип У него Можно было Пощупать И не Просто Так А на Ура А Зай Только Ган Добавил Ураган Чипы Все Это Хорошо Все Конечно Мне хочется Сказать Что Имеющие Уши Слышать Да Слышат Вот Мы Уже Не Один Раз Об Этому Слышим Не Один Раз Мы Эту Тему Поднимаем И Звонит Мне Сестра Одна Из Сестер Говорит Вот На Занятиях Я Хочу Послушать Ролик Этот Какой Там Ролик Опять Про Эти Чипы Говорили Вот Игнать Тихонович Казал Что Можно Принимать Чипы Нет Я Не Буду Пусть Игнать Тихонович Принимает Я Не Буду Ни За Что Кто Не За Ставит Принимать Этот Чип Ну Что Ж Дорогие Мои Сколько Можно Говорить Одно И Тоже И Уши Слышат Открой Чип 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 Доразумение Это Должно Быть По Святому Писанию Посмотрите Как оно Должно Быть Только Свободное Воле Изъявление Когда он Будет Объявлен Именно Объявлен Что Это Именно Есть И он Всемирный Правитель Будет Создано Единое Мировое Государство С Единой Мировой Религией Не Будет Ни Ислама Ни Иудаизма Ни Христианства Все Будет Попрано Будет Одна Религия Экуминистическая Религия Антихристова Религия Я смотрел Ролик В Германии Избрали Любой Парис Какой Ты Изберешь У себя Покажи Какой У тебя Вот Этот Он Заходит В магазин Раздавнул Все Пошел Берет И считывается Полностью С его счета Сколько Надо И ничего Не надо Платить А пальцем Это Никуда Но Оторвежек Он Мертвый Его Видно Больше Шучим Пальцем И этот Который Придумал Сидит Разговаривает Сейчас Мы Пытаемся В Нидерландах Везде Это Внедрить Ничего Не Надо Никаких Щипов Все А Про Отпечатки Пальцев Вот Эти Как Назад Дактилоскопия Да И Где В Библии Написано Про Это Нет Ну А ну В обратную сторону А так Бородой Покреси Написано У Евы И положил Печать На руку Человека А Как Печать На руку Человека Это Тоже Печать Антихриста Буиня Бог Положил Бог И Когда Преступники Пытаются Скрыть Себя Пытаются Стереть И Ничего Нет Было Место Но К ужасу Своему Видя Когда Начало Воздоравливать Опять Те же Самые Линии Появились Как Так Кожа Не Было Совсем Сдерут Появляется Новая Сделает Наш Доком Те Самые Черточки И Главное Доктилоскопия Может Ушная Быть Ни одного Человека С одинаковыми Ушами Нет Один Все Присушился Дома Есть Или Нет Не Подпечатку Ухо И Нашли Домушник Вот Мы Даже Не Знаем Разнообразие Один Решил Проверить Снежинок Я Или 5 Он Сфотографировал Увеличиваю Нет Ни одной Одинаковой И Отсюда Сделали Вывод Если В мире Существует Триллионы В триллионах Степенях Снежинок Двух Одинаковых Нет Стали Рассматривать Пшенищинки Двух Одинаковых Нет Тем Более Людей Похожий Двойник Но У него Все Не так Бывает Двойник Очень Похожий Похожий По Биографии Одному Королю Испанскому Сказали Говорит Вот так И так Такой Ему Слуга Наклонился И говорит Он Говорит Ну и чем Он Закончил А с 17 Говорит Июля Он Был Убит О А вот Это Говорит Не сошлось Только Сказал И сразу Раздался Выстрел И его Убили И к 17 Июля Все Тоже И родился Столетие Разница Только Имя Ну тот Был Простой Крестьянин А этот Император Один К одному Везде Так Таких Людей Которых Все Это Сходилось Пересчисляют Сколько В мире Было Ну Знатно А которые Не знаты Может быть Больше Биография С дня В день Жену Так же Такой Женой Такой Первый Ребенок Он Не знал Еще В другом Государстве Дети Все Так же Называются Вопрос А почему Тогда Вот этого Наличия Отпечатков Индивидуальных Для каждого Человека Недостаточно Будет Во время Антихриста Именно Нужна Печать Антихристова А печать Антихриста Не написано Написано Начертание Начертание Ну Начертание Это Есть Потому Что Это Его Знак В этом Его Имя Заключили Или Число Имени Его А здесь Число Его Имени Это Это Твое Это Индивидуально Ну Ох ты Допустим Я купил лош Я тавро Ставлю Разожег Допустим Цифра Моя Там Игла Я ему Прижег Запах Только Пошел Все Это Мое Тавро Стоит У него На колке У коня То есть Это Разница Это Печать От Бога Данная Это От Бога А Та Печать Будет По Другому И Он Будет Принять Добровольно И Он Будет Наносить Но Непонятно Почему На правую Руку Потому Что Нельзя Будет Перекреститься А зачем Будет Хреститься Разговаривает Целая Семья Баптистов Ну И Они Когда-то Были Православные Ну На этом Остановились Валя Конева Мама Ее Так Вы Печать Антихриста Начертания Приняли Антихриста Нет Нет Так Вы Не Православные А Как Узнать Очень Просто Перекреститесь Они Вот Господи Тогда Православные Это Сразу Шедлопистов Больше Ничего Не было Сказано Это Сказал Не я Я Стоял Рядом Только Андрей Педотович Золгов Вот Как Если Ты Сверой Совершаешь Крестное Знамение Никакого Начертания Нет Это Крест Пережигает Все Как Пыль Пошло Вот Я Сижу Здесь Начальник Политчасти Сидит Курьяров А Здесь Дулунбай Сидит Рор Страшный Человек На его Совести Сколько Убитых В лагере Ну Разговаривает Я говорю Сохрани Бог От этого Он Как Зарол Ударил Вот так Вскользь По руке Это Один раз Так В лагере Было А Сидим В кабинете А Этот Сразу По-казахски Загрыкал Что-то Ну Так Вы По Сырковному Считать Можете И Все Ему Сказали Что У меня Дело Ведет КГБ А Перед КГБ То Он Никто И Он Сразу Закрутился Закрутился Ну Он Вот так Ударил Не больно Я Крестился И Буду Креститься Да Помилуй Господь Да Помилуй Господь Да Помилуй Мы Считаем Про Одного Святого Ему Решили Так Медленно Казнить Ваде В руку Раз Палец Отрезал Так Во славе Единого Вечного Бога Второй Палец Рубят А это Господи Два Твоих Естества Да Будет Слава Третий Ну Тут И так Понятно В честь Святой Троицы Пальцы Ложатся На стол Отрубленное А он Распевает Четыре Ну А это Мы знаем Четыре Евангелиста Благодарю Вас Евангелисты Крепко Вы Меня Укрепили Я Верю Потому Что Написали Пять Ну Господи Ты Каждому Дал Пять Органов Чувств Я Мог Осязать А теперь Что Осязать Когда Я Вижу Что За Меня Господь Меня Казнят Пока Десять Пальцев Не Отрубили Он Припев Так Девал И Все Так Больно Было Даже Вину Не Подал Почему Они Говорили Мучители Там Ликини Было Диоклетиане Эти Говорит Христиане Они Как деревья Они Боли Не Чувствуют Как Деревья Бог Делал Так Боли Нет Он Не Чувствует Вот Как Пошел Я Двоих Приобрел Суды Видишь Сидят Как Они Королички Я Еще Сейчас Мышль Такая Об Антихристе Написано Будут Говорить Богохульно Есть Такое Богохульно Это значит Хула На Бога На Духа Святого Вот Теперь Написано Кто похулит Духа Святого Христос Не простится Ни в 7 веки Ни в будущем То есть Богохульник Похулящий Духа Святого Не может Покаяться 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 Он хочет Но уже Не может И человек Принявший Печать Антихриста Он даже Захочет Покаяться Но уже Не сможет Он и не захочет Он не захочет Он не захочет Он не захудрой Или не захочет Бывает человек Говорит Я похудел Духа Святого Он больный Уже приходит Священник А он даже Не причащается Ничего Мне ничего Не надо Я похудел Духа Святого Он говорит Ну ты каешься В этом Конечно Расскажешь Что тебя не было Тогда как не было Я чувствую Он его убежать Если ты каешься Не было Худрой на Духа Святого А если я извинения Да Измениться Другим Помягче Да Помягче Степаненко это Нет Это уже Другой И вот И когда Вкупе берешь Степаненко это То есть Да Вас убьют За то Что вы Не изменитесь Не вразумитесь То есть Они называют Его безумным Как бы Хулитель это И пытаются Его Ну Вразумить А на самом деле Больны то они Понимаете А они Больного Называют здоровым А здорового Больного Это есть План Бососвятого То есть Человек который Делал боговодные дела Не знает Что это Человек Ну Время Дионисию Александреевскую Я также был Первым Православным Считали Ритиками Ритиков Православных Православные Такие были И сегодня Они точно Такие же Они Дворкина Считают Православным Это главный Сектант В России Главный Самый Зловредный Сектант Первое Послание К Тимофею Апостола Павла Предисловие Если же Кто-нибудь Спросит Почему апостол Не пишет Силе Клименту Луке Или другому Кому из многих Бывших При нем А только Тимофею Титу То на это Можно сказать Что те Еще Сопутствовали Ему А этим Он уже Поручил Церкви Поэтому Необходимо Было Предостерегать Их Через Писание И объяснить То что Они должны Были Делать А если Спросишь Почему Он Не усовершенствовал Их ранее Во всякой Божественной Премудрости И тогда Уже Поставил бы Их на дело Учительства Но пишет К ним И доводит Их до совершенства После того Как верил Им Учитель Знай Прежде Всего Что никто Не совершенен Хотя Бы И был Учителем Напротив И такой Человек Много Нуждается В руководстве Со стороны Более Совершенных Особенно Нелегко Было Самому Епископу Все устраивать Своим Словом Только Что В возникающей Церкви Затем Обрати Внимание И на то Что во всем Послании Дается Тимофею Не такое Наставление Как ученикам Но какое Прилично Учителю Понятно Итак Первое послание Тимофею Первая глава Первый стих Павел Апостол Иисуса Христа По повелению Бога Спасителя нашего И Господа Иисуса Христа Надежды Нашей Толкования Поскольку Наверен Писать Законоположение Тимофея То провозглашает Себя Апостолом Чтобы слово Своё Сделать Достойным Без Прекословного Приятия Не моё Говорит Буду Изрекать Но Пославшего Меня Смотри же Будь Послушен Но Так как Велико Было Звание Апостола То Чтобы не Показалось Что он Гордится Прибавил По повелению Бога Не сам Говорит Я восхитил Это Но долг Имею Неотложный И Владычное Повеление Исполняю Выражение По повелению Сильнее Выражение Призвано Хотя Нигде Отец Не давал Ему Повеление А Христос Я пошлю Сказано Тебя Далеко К язычникам И ещё Тебе Должно Предстать Предкесаря Деяние 27-24 И Дух Святой Сказал Отделите Мне Варнаву Исава Но Принадлежащие Сыну И духу Принадлежит Говорит Он И отцу Слушай Что следует Дальше Видишь ли Повеление Это Общее Обрати Внимание И на то Как Давид Говорит Об отце Упование Всех Концов Земли Псалом 64-6 И сам Апостол Павел В другом месте Говорит Уповаем На Бога Живого 1 Тимофей 4.10 А теперь Сын Называется Нашим Упованием Надеждой Таким Образом У отца И сына Все Общее Апостол Благовременно Употребил Эти Синонимы Спасителя И Надежды Так Так Учитель Борется Нас От опасностей Посему Мы Переносим Несчастье Утешая Себя Этими Двумя Мыслями Или тем Что мы Скоро Избавимся От них Или тем Что питаем Себе Лучшие Надежды Хорошие Хорошие А вот Заметь Я скажу Мы Четыре Одежды На себе Имеем Все Первая Одежда Такая Мы С Володей С Никитой Озвучиваем Трехтомник Последняя Книга Осталась Насчитываем Все Уже Насчитано И будет Закончено Видимо На этой неделе Полностью Все Чтобы узнать Много Это или мало Вот новый завет Который Там у нас Поддаются Где-то Вот этот Новый завет И вот этот Который С толкованием Он больше Вот этот Того Который В Библии В 7,37 Раза Явное дело Что в интернете Пока такого Нет Толкования Да тут Комментарь С комментариями Вместе Второе Идет У нас Занятие Здесь Идет Сейчас Первая Тимофеев По порядку И идет Которая В интернете По скайпу Сергей ведет Там идет Сейчас Послание К Олимфинам Это какой Идет Первый Первый Который Мы просто Насчитали Второй Который Идет Здесь Третий Идет Которая Там Это совершенно Независимо А где Четвертый Какой Потеряевки 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 Это надо Только все Брать Мы выставляем Это Удивительно Я посмотрел Как Представь Полностью Мы идем Одновременно Так Пошагово Вместе Четыре Да Одновременно Поэтому Кто-то Говорит А у них Там Гуру Там Это Максим Степаненко Говорит У них Гуру Один Говорит Два Гура Первый Гура Это Иоанн Златоуст Второй Блаженный Пефилак Гура Это Учитель Они Ругательный Говорят А почему Ругательный Ну вы знаете Фюрер Если Скажи Фюрер А Фюрер И запиши Что написано Вождь Это Нельзя У нас Так Говорит А Говорит Вождь Победы Сталин Это Это То же Слово Это Тоже Фюрер А По Итальянски Дуччи Дуччи Мусталине Это Тоже Самое Слово Мне кажется Вот В слове Гуру Присутствует Такая Завистливая Насмешка Да Это Им Кажется Только Они Не Понимают Да Это Учитель Которого Строго Слушается Который Открывает Им Тайны Но Это Восточная Мудрость А Какая Восточная Никакая А Лапки Они Беспрекословно Слушаются А Они Зависти Их Вы Все До Тридцати Лет Рукоположны Вы Даже Не Священники Настоящие Беспрекословно Слушается Отсутствующих Больше Чем Присутствующих Те Которые Слушали Да И Как Кто Хочет Так Возражает Так И Говорит Они Слышали Не Знают Сдумали Меня С собаками Выгнать Я Поперся Сейчас Он Куда Хотел Собак Кормел Мне Нужды Нет Что Слышается Кого Я Фотографировал Чтобы показать Я Ушел С собаками Туда За Дома Собрание Решило Дальше Дальше Я думаю Даже Вот Такой Записи Как У нас Идет Видеозапись Для интернета И здесь И в коридоре И везде Если Ну Вряд ли В какой Общине Найдешь Вот У нас В лагере В разных Концах Повешено Было Такое Наших Роликов 6800 6800 Роликов Наших Только Аллилуйя Это по одному Освещаю Посмотреть Насколько Хватит Ну Ка Я Недавно В интернете Увидел Ролик Как Это Летом Приезжали С прокуратуры В лагерь И ходили С этими Фотопоис Снимали Так Этот ролик Подписали Знаете Как Прокуратура Мамотовского Района Ловит Покемонов Поселки Тролли Конечно А тролли Кто такие Подземные Существа Скандинавских Народов Бесенята И они Искали В лагере Тролли Потом Что-то Сказал Бесы Лоточком Вытирать Сопливая Тварь Тварь Конечно Натуральная Читай дальше 1 Тимофея 1.2 Тимофею Истинному Сыну В вере Благодать Милость Мир От Бога Отца Нашего И Христа Иисуса Господа Нашего Толкование То есть Рожденному Мной Через Веру Сыну Рожденному Мной Через Веру Предлог В В В Вере Означает Через Веру Так и в другом месте Апостол говорит Я родил Вас Во Христе Иисусе Благовествованием 1 Карифонам 4.15 Похваляя же Его Называет Не только Сыном Но и Истинным Истинным Потому что Тимофей Более других Сохраняет Сходство С ним По вере И потому что Апостол Павел Искренне Любил Его Ну давайте Так вот Посмотрим Павел О чем Говорит Вот Нас Сколько Здесь Сидит Ну кому Легше Было бы Обратиться И кому Легше Настоящую Веру Иметь Мне Или Ему Или Вон тому Одру Сидит Кому А какие Корни Были И он Тимофей Пишет Вера Которая Была В матери Твоей Евнике И в бабке Твоей Лаиде Вот как В матери Твоей Ирине В отце Твоем Андрее И как В бабке Твоей Валентине А у Валентина Там Кого От отца Владимира У Александра Ивановича Вон каким Коленом Все верующие Были Ей Легше Обратиться Это Вера Дает Какой-то Там Осадок Почва Разрветленная Она С детства Знала Посты Знала Знала Вот Она Знала Что есть Храм Какие-то Она Немного Но Она Это Уже Знала Мы Что Рай Даже Это Не Для Меня Это Он Кто На Иконах Это Им Рай А Мне Ад И Вот Это Мать И Бабка По Крайней Мере Вот Три Колена Имеют Значение На Твое Обращение Вот Так А Если У Тебя Никого Не Было В Природе Ну Разломать Труднее Тебе Ити Это Однозначно Почему Говорит По Правде Закон Непорочная Фарисеет Фарисеет Я все это знал Со Христом Встречи Не Было Я Никак Не Ожидал Такой Встречи Что Пришлось Падать Слышать Слепнуть Так Пишет Тогда Александр Александрович Остиспов Профессор Духовной Семинарии Академии Ленинградской В Ленинграде Было И Потом Отрекся Отрекся Ну И Там Миролюбов Ему Пишет И Ты попался Говорит На удочку Говорит Что я Карась Сразу попался И он Дает Такой Пример Одной Женщины Муж Был Необращенный Но Он Занимал Какую-то Важную Должность Прекрасный Он Бейдом Такой Статный Вот Она Очень Хотела Чтобы Он Обратился Как Она Придет С Посчитай Она Поняла Что Речь Это Об Евангелии И Она Ушла В другую Комнату И Горько Заплакала Бог Ответил На Молитую Она Богу Не Говорит Но Я Знаю Что Это Хорошо Но Не Такого Я Хотела Теперь Куда С Как Как Тебе Угодно Сейчас Пришли Мне Один Священник Звонит Ну Вот Это Было Самое Главное Событие Встреча Верного Воскресенья Самое Главное Какое Разное Были Шли Крещали Осла Запрягали Там Садился Что Самое Главное Постилание Одежды Как Так Ты Спроси Никто Не Ответит Ты Что Думаешь Вербочки Значит Да Вербочки Это Ветви Там Перед Кажем Императором Трясут А Одежда Самое Главное Почему Бросили Одежды И по Ним Идет Он Считай И Уй Когда Воссорился Воссорился И И все Военачальники Маршала Одежда И постелили Под ним Для Души Тело Это Наша Есть Одежда Павел Чтобы Одеты Не Оказаться Ногими Когда Душа Войдет В Наше Тело На Суде Божьем Отдаю Всего Тебе Всего Этой Жизни Отдаю Телом Отдаю Служить Буду Не осела Я Тебя На себе Понесу Всем Умом Всем Сердцем Распоряжайся Моей плоти Моей одеждой А на это Внимание Как раз Никакого Не обращают Вам понятно Что я сказал Понятно А Само Восполнение Пророчества Какого Ну а что Он войдет На осле Подъемной О Христе Ну так Это другое Это о нации говорится Это о национальном вопросе Национальный вопрос Решается Быть нам Или не быть Донбассу Там другим Луганской области Отдельно Чечня Отделится Или нет Об этом Речь идет Вначале Он сел На ослицу Это Еврейский народ Обозначает Который уже Нес Иго Себе Закона Моисеева И пересел На осленка Он дикий Необъезженный Это языческие народы Мы с вами Национальный вопрос И они Приняли на себя Ну конечно Если осел Стал бы думать А мне постилают Одежду Я копытами По ней иду С нами Станется С ослами Мы думаем Так Вот что А осел Что означает Мирное животное Вот Иуда Бен Гур Кажется Ильюис Об этом пишет Как раз Правильно Мы говорили Ждали тебя Что он На военном коне Как Жуков Парад принимает Урокосовского А он осле На мирном Он Все Замы Какие на него Люди имели Хотели прийти Сделать С деть С царем Поставить Христос Разрушил Он на осленки Езжает Мирный Мирный Идет Мирный Израиль Вот осел Означает И это И означает Одновременно Что мир Несет Мир На ослах Никогда не Воевали На лошаках Воевали На мулах Воевали Ты знаешь Что такое Лошак Помесь По моему Какая Осла С лошадью Да Корова С петухом Да А что такое Мул Мул Это осел С кобыл На кобиле Женился А лошак Это жеребец На слихи Это очень крепкие Выносливые Но Потомства Они не дают Каждый раз Надо спарить Они близкие Лошадиные Копытные Сколько Мы можем узнать Да Еще он Какой-то вопрос Задал сегодня Я могу сказать Он вас спросил Почему Четыре евангелиста Упоминают События Вот это Именно въезд В Иерусалим Все четыре А воскрешение Лазаря Только один Евангелист Я говорю Вот Теперь как раз И говорится Забудь Что ты сказал Забудь Бог знает Когда и кому Затого Говорит Чего нет Библии О том не рассуждаем Вопрос такой Ставить нельзя С третьим верующим А почему Указал имя И отрубил Ухо Рабу Имя Малх Да зачем Он мне этот Малх нужен Он нигде Никакой роли Не играет Вообще Малх Зачем Мне интересно Знать Женщину Которая Говорит Там Блаженность Чрева Тебя носившая А он ответил Мне бы хотелось Вот это знать А то Встретение Симеона С чем он встретился Это признак смерти Отпущаешь А куда В могилу Встреча Савна На дороге В Дамаск Вот праздник Для всех Ну тут уж Дело Сорковное Не библейское Наша встреча Когда была Встретение С Богом А то Весна Светом Встретилась Снег Загорится От земли А лед От воды Загорится Это я слышал С детства Ну вот так Сережа Не дай мне Парти Не Просто поясните Вот то что Отец Иоанн Задал вопрос На первую часть Этого вопроса Можно ответить Почему Англисты Упомянули Все четверо Потому что Им же Главная цель Какая Рассказать о Христе Чтоб люди поверили Что истинно Тот пришел Который Мессия Обещанный От Бога Отца Вот А это Изрекается Ветхом Завете Об его пророчести Вот как ты Сейчас сказал Об Аслета Вот А воскрешение Лазер Тут уж конечно Как дух святой Направил Евангелиста Так и записал Мы так думаем Да Никакого подтверждения Этому нету А как Так Богу угодно было Он так и сделал Да Иногда Что-то упоминается Которое нам Вообще Нигде не потребуется Оно упомянуто А что бы надо Один бы Пункт Был только написано Где-то Детей не крестить Два слова И сколько бы Всего исчезло Или теперь Иконы Не рисуйте Хотя бы Они были святые Ты знаешь сколько Не было бы Седьмого Севернского собора И человек похоронил Не раскапать Никаких мощей Святынь Из трупов Не создавать Целая империя Ругнула бы Однако Это не написано И поэтому Раздолье Дается человеку Ищут живого Среди мертвых А тут пытаются Мертвецов Оживотворить Можно Вначале был Логос 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 был Бог А что такое Логос означает Слово Дальше Разум Впечатление Это вот такое Какое Слово Тут как Еще можно К чему-то Разум Какой Разум Разум Человека Который Имеет Действительно Колоссальный Разум И Камщедала Который Убив Кота Нажирается Доблевотина Тоже Разум Какой Разум То Здесь Поэтому Перевели Не разум А вначале Было Слово А слово Логос Греческий А с него Такие Переводы Раз так Наши Отцы Перевели За Синодальный Перевод Вот так Держись Ни одной Буху Не разрешай Двинуть Логос Почему Слово Почему Потому что Слова Словами Изъясняются Только люди Это Вторая Сигнальная Система Это От Бога Дано То Что Отличает Нас От Животного Мира У Самого Разумного Животного Этого Нет Они Не Могут Говорить Их Можно Повторять Их Можно Научить Надрессировать Которые Могут Органы Своего Аппарата Горта Какой-то Там Что-то Повторять За Человеком Но Они Не смогут Пользоваться Такой Системой Которая Есть У Человека То Что Нас Отличает От Животных Поэтому Слово Не Случайно Здесь Понимаешь Вот это Сюда Это Богом Дано Как Человек Говорит Слова Это Зависит От Губ От Расширения Зубы И Как Язык И Как Ты Дышишь Носом Какие слова Говоришь Когда Ослиса Заговорила Ее Исследовали Говорит У ней Язык Не Можется Такой Поворот Делать Чтобы При Выдыхании Такие Звуки Издать Даже По Острыльному И Она Так Сказать Не Может Она Не Может У Ней Язык Не Может Создать Эти Звуки Так Устроена Нервная Система У Человека Это Вторая Сигнальная Система Так Она Называется Почему Бессловесное Животное У 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 Не Издаст Так А Мяг И Еще Так Молчаны Так И Слово Не Случайно Здесь Слово Именно Слово А Мы Созданы По Образу И Подобию Божьим Да Ну Как Говорит А Я По Образу Мы Однажды Едем Ну Этот Вот Сидит С тобой Брат И Он Когда Едет На Машине За Рулем А Я Сзади Сижу Сказать На Меня Оборачивается Ты Смотри Вперед Что Оборачиваешь Это Маленька Говорит Опять Ну Я Слышу Я Не Глаза Он Говорит Не Я А Он Говорит Оборачивается Такое Было Было Я Говорю Сейчас День Тяхнешься Там Едем Пятером Тысячи Трупа Как Нас Пятеро Я Говор Живой Было Как Раз Карена Геваркяна Везли Режиссера Армянского Да Это Не Раз Помню Было Однажды Дорога Бублика Угостила Игорь Хорошая Вкусная Вот Такие Каральки Не Помню Не Помнишь Я Посчитай Сколько Я Заплащу Тебе А Это Помню Заплатил Про Машины Заговорили Я Тут На Днях Загорелся Обновить Автомобиль Мой Это Уже Рассыпался Очередной Устал И Уже Все Мама Говорит Я тебе Дам Займу Денег Все Я Уже Ищу Там В интернете У меня Все На Машины Все Какую Какую Выбрать Коня Себе Такого Хорошего Этот Товарищ Брат Меня Вечером Раз И давай Зачем Тебе Зачем Молодец Зачем И он Меня Дожал И я Все А я Уже Наклейки Содрал Уже Все Начинаю Готовить Уже Уже Там У меня Как Одержимость Я Постоянно Поврачение Поврачение Сегодня Читаю Памарок Я отказался Но Еще Так Теплится У меня Купить Не Покупить А Сегодня Читаю Про Осла И Что Христос Въехал На Осле А До Этого Цари Въезжали На Конях И Поломок Я Говорю Прости Меня Конь На Ниссана А Этот След Мастер Говорит Да Бог Прости Достойно Конь Заговорит Человечес Заговорит Чудо Боже Давайте Помолим Давайте Закрывать Достойно Есть Я Какого Истину Блажите Тя Богородицу Христа Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш Его Честнейшую Херувин И Славнейшую Для Сравнения Серафин Без И Средняя Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем И И И Молитесь 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 Отец Наш Небесный Любящий Создатель Мы Благодарим Тебя За это Тихое Мирное Время За это Место Дарованное Нам По Твоему Благоволению Чтоб Мы Могли Собирать Тебя Твоих И Прославлять Твое Всемогущество Слава Тебе Мы Вспоминаем О парализованных Покинутых Одиноких Томящихся В узах За слово Твое Святое Утешь Их Помоги Нам Сохранить Посеянное Духом Святым Сердца Наши И Исполнить С радостью Тебе Боже Хвала И Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь Отец Наш Небесный Прими Нашу Молитву Воздиание Рук Как Жертву Вечернюю И Жертву Благоуханную Перед Престолом Благодати Твоей Услыши И Исполни Молитву Всех Молящихся Нас Во благо Нам И Молитву Всех Твоих Святых На небе На земле Соедини С нашей Молитвой И Нашу Молитву о друзьях Близких И о врагах Прими Все Привди В исполнении В Духе Святом Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушай И Дослышит Раб Твой Аминь Слава Тебе Христе Божий Наш Слава Тебе Нет Иного Бога Кроме Тебя Аллилуйя Братья и сестры Еще раз Прошу вас Помолитесь О мне Грешном И Робе Сергея И Робе Татьяне Чтобы Господь Восстановил Нашу Прежнее Благоположение Сергей Как раз Тебе Привет Передаст Я вам Сегодня Передам Спасибо Он очень добрый И не злопамятный Сережа В трудных обстоятельствах У нас Северный Какой Северный Аминь Да Да